Обратил внимание, что после 2006 года самая выгодная стратегия для заработка денег или славы – делать ставку против цивилизации. Мигранты, пропаганда, финансовые пузыри, инфляция, увеличение государства, законодательные урегулирования, деградация моды, искусство, культура и так далее – все перечисленное обогащает причастных людей, но уничтожают капитализм, свободу и цивилизацию. 2006 год – последний перед началом ипотечного кризиса, после которого не появилось ни успешных корпораций, ни произведений искусства, ни технологий. Пожалуйста, прокомментируйте. Также хочу предложить с Эльдеканала «Евгениальный список современников». Евгений говорил, что сегодня в мире есть всего несколько человек, кого стоит слушать и читать. Я бы даже сократил этот список до… Нет, список сделаем, сделаем список, хотят список, будет список. Пожалуйста, почему же нет? Да. Отвечать? Да. Список надо сделать. По поводу 2006 года я бы не стал. Понятно, что ипотечный, в том числе ипотечный, конечно, все это тоже был мыльный пузырь с ипотекой, но в основном, кстати, в Америке. Ой, шестой год, я бы не стал делать один год разделом, это последний, это все очень постепенно было. Я это очень хорошо вижу в 90-е, в начале нулевых, и постепенно, да, левачество во всем, а левачество, оно ведь не только в заработать на том, чего нет, на мыльных пузырях, вот такое, да, левачество. Но и отнять, что другие заработали, это тоже мыльный пузырь, потому что когда ты отнимаешь, а там же больше уже скоро ничего не будет, если человеку нет стимула зарабатывать, даже трудящийся не будет, перестанет зарабатывать. Сегодня во Франции нет стимула работать, потому что чем больше работаешь, тем больше у тебя отнимают. А чем ты меньше работаешь, тем тебе просто так дают. А если ты дикарь и исламский террорист, тебе сразу квартиру дают, просто сразу, да. вот, и поэтому это не только шестой год, это все вместе да, ипотечный, там не только девятый еще восьмой, девятый кризис но вот последние 20-30 лет а это все тоже развивалось в 50-х, 60-х годов сильные позиции коммуняк в Италии социалистов во Франции пропаганда СССР, которая велась на огромные деньги советские в Англии, в США поэтому это все постепенно то есть первый ответ, что это гораздо более постепенно, нет одного года, второй ответ, что это все именно левачество, в том числе уродство в одежде и живописи, и прочем это идет от того, что нету критерия, нету класса общества, нету понятия аристократизма элиты, все едино, все перемешано, а что я перемешано ну вот это помойка, где все перемешано то есть вот есть выставка вот выставка, а вот была помойка а когда все перемешано, вообще все, это все помойка будет уже не будет ни дома, ни музея, ни помойки а будет все помойка, если все смешать это вот и есть современное искусство и бесклассовое общество вот так вот дальше, да спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok